Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна. Голос здравого смысла. Здравствуйте, Леон. Добрый день, Леон. Добрый день. Ну, давайте начнем, наверное, с того, что происходит в нашей стране. Я имею в виду попрание первой поправки Конституции. Знаете, это меня невероятно удручает. Я уже пишу об этом, говорю неустанно. А тут последние, скажем, 2-3-4 недели просто впал в состояние ошаления. Потому что предположить, что все средства массовой информации, исключением Фокса и нескольких мелких других, то есть 95% средств массовой информации, 100% наших социальных сетей и огромное количество людей, которые всегда в грудь себя стучали и кричали, что мы за свободу, мы там за равноправие, мы за право каждого человека высказывать, что не хотят, за свободу такую, а вот, значит, мы либералы. Они показали, что они не либералы, а они, с моей точки зрения, абсолютно готовы пойти на любой диктаторский режим, на любой кошмар, который мы с вами, к сожалению, переживали, ради того, чтобы добиться каких-то своих политических целей. При этом они абсолютно считают, что если они правы, то есть у них хорошая цель, то любые средства для этой цели годятся. Вот это ужасно, потому что это попирает основы той страны, в которую мы ехали, стремились, которая на этом была построена и которая держалась на том, что, ну там, так сказать, экстремальное, говорят, приписывают это Вольтеру, но высказывание о том, что я не согласен ни с одним словом, которое ты сказал, но я готов умереть за то, чтобы ты имел право эти свои слова и суждения высказывать. Я, так сказать, понимаю, что это немножко романтическое преувеличение, но страна строилась на том, что у нас там разные мнения, но эти мнения никак не должны, так сказать, затыкать друг другу рот. Вот началось там 10-12 лет тому назад в университетах, продолжилось, может, 20, я уж не знаю, прошу прощения. Началось в университетах, потом на средства массовой информации, а сейчас происходит просто какой-то кошмар. И кошмар происходит, вот мы просто на глазах у нас, мы видим, как пресса, средства массовой информации, Networks, они решили просунуть нам своего кандидата, и для этого они не пропускают никакой положительной информации о Трампе, не пропускают никакой негативной информации о Байдене или вообще о демократах, полностью замалчивают целый ряд ужасных скандалов с Байденом, потому что если это правда, а похоже правда, то его могут шантажировать и русские, и украинцы, и китайцы, и черт знает кто, потому что он очень много набрал. Похоже, семейка так наворовала, и столько, так сказать, прилипло грязи, пуха и тому подобное к смолы, я не знаю там в чем. Вот так, не выключается телефон. В общем, я ужасно, ужасно, ужасно по этому поводу расстроен, я очень надеюсь, что тем не менее, американцы поймут, что происходит. Сейчас какие-то очень, из-за того, что 95% информации о Трампе, которая доходит для людей, она кошмарно отрицательная, я боюсь, что огромное количество людей просто считает его каким-то монстром, и их уговорили в том, что пусть будет кто угодно, кроме как не Трамп, в то время как он этот человек, который пытался победить бюрократию, выкинуть ее от кормушки, оторвать ее, и сделать нашу жизнь нормальной. Вот такие у меня неприятные мысли, связанные с сегодняшним днем, прессой и тому подобное. Ну, я хочу, кстати, перейти к приятным мыслям, потому что хватит неприятного. Как, Сережа, поговорим по-ятному? Обязательно. И у вас для наших слушателей и зрителей сегодня приятный сюрприз? Совершенно точно. Значит, у меня в гостях человек, который, с моей точки зрения, либо первый в нашей стране, либо, возможно, первый в мире, придумал, как бороться и победить на каком-то определенном этапе то, что мы называем коронавирус, COVID-19, называйте его как угодно, насморк или что-то, или лихорадка. А зовут его доктор Зеленко, доктор Зев Зеленко. И вот я хочу его представить, и чтобы он с нами поздоровался. Добрый день, доктор Зеленко. Добрый день, спасибо, что вы меня пригласили. Ну, это просто большая наша удача, что вы нашли время, потому что я себе представляю, насколько вас во все стороны тягает. Вот скажите, пожалуйста, вы так в нашем предварительном разговоре обронили, «Ой, я не уверен, что я по-русски смогу». А вы родились где? Я родился в Киеве в 73-м году, и мои родители приехали в Бруклин в 78-м. И я вырос в Бруклине, и мы всегда дома говорили по-русски, но я в американском. Понятно. То есть вы учились в медицине уже здесь, да? Да, да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот, так сказать, те, кто нас видит, они только слышат. Заметят, что у вас борода, значит, кипа, она же Ермолка, на голове. И вообще вид такого человека, который вообще иудей и ортодокс. Как так получилось? Это от семьи или это так вышло? Это получилось, что я искал правду в мире. Я искал, когда я был в мединституте, и начал думать, изучать философию и теологию. И начал думать немножко глубже, старался понять, откуда весь мир, какая цель моей жизни, что это значит бед ибреем, что происходит после смерти. Или, может, по-другому. Я ходил в руках, половина человека лица у меня в руках. То, что мы разрезали, анатомию разрезали. Я держал этот кусок мяса и думал, какая разница между мной и этот кусок мяса. И такие мысли заставили меня немножко глубже смотреть, в мистику я попал. И чем больше я открывал душевные секреты и правду, чем больше и глубже я тянул, моя душа тянула меня к моему корню, к эвреисту. Скажите, пожалуйста, огромное количество того, что мы называем американских евреев. Вы приехали совсем маленьким, молодым, поэтому считайте, что вы практически американский еврей. Они пугаются ортодоксов, их вида, их поведение, необходимость исследовать кучу всяких заветов, обязательств. Вообще, может просто стать евреем, но очень сложно им быть, если вы действительно верите. Вот почему именно ортодокс, а не, скажем, вариант, переделанный на сегодня, облегченный? Знаете, я сам так себя чувствовал. И с моими родителями, и все, что я знал, и все мои родственники, они думали, что я сама сошел, когда я начал идти в эту сторону. Потому что люди боятся того, что они не понимают. Я могу сказать, что большинство людей, что так себя чувствуют, если они 3-4 поколения назад будут смотреть, они найдут бабушку или дедушку, что так жили, как я, и они все как-то чувствуют, что это близко им. Потому что они это не понимают, они боятся этого. Потому что если человеку было безразлично, он бы сказал, пусть он живет, как он хочет, а я буду жить, как я хочу. Почему другому человеку так беспокоило, что я носил ямку, например, или что я вырос в бороду? Такая разница им была в жизни. Наоборот, но они на меня все прыгали и кричали, и все. Потому что это их трогало. Я вам расскажу один рассказ. У меня был один, у моих родителей знакомый, и он чинил машины, он был маканик. Я один раз, когда был религиозный, приехал ему на машину подчинить, и он так посмотрел на меня, и очень был расстроен. И он говорит, что с тобой случилось? Он мне знал с четверых лет. Я говорю, знаешь, я начал изучать еврейство и начал думать о боге. Он вынимает из себя где-то 10 тысяч долларов. Да. Нет, бог это бог. И показывает на деньги. Да. Это она мне много сказала. Да, да, да. Вы знаете? Да, да, извиняюсь. Это очень personal. Это очень внутренняя вещь. Я не стал религиозным для вас. Я стал, потому что я чувствовал, что моя душа хочет привязать тебя к тому, что бесконечное, что выше, чем этот темный мир. Я бы сказал, какой это темный мир, или вы видите его? Окей. Значит, у меня в семье очень похожая на вас история. Мой внук, которому сейчас 22, в 15 лет, вдруг сказал, что он идет учиться в Ешиву. Хотя до того ничего не было. Сегодня он ходит, так сказать, с Ермолкой, с Цицами. Он уже поменял имя. Он принял, он как бы не еврей у него, так сказать, и мама, бабушка не еврейка. Но он принял еврейство, и он сейчас, так сказать, у нас... При этом он прекрасный программист, потрясающе работает. Договорился в компании, что он пятницу, субботу не будет работать, зато будет с ними работать другие какие-то дни. Всех все устраивает. На высокой должности и т.д. Ну, хорошо. Значит, последний вопрос в эту сторону, и мы перейдем к смыслу того, из-за чего я вас пригласил. Ну, вот, если, так сказать, вы помните, не из собственного опыта, а из чтения, то, когда на Египет насылались египетские казни, то еврейские дома обошли. Почему Бог не обошел нас, евреев, или вас, правильно верящих евреев, с ковидом? Почему все-таки ортодоксы тоже заболевают? Вы знаете, я не бухгалтер Бога. Почему Бог делает это или то, это не моя работа. Но я могу сказать вам, что это не так все просто. И то, что мы видим, и то, что происходит, это очень маленький кусочек реалити. И я не знаю вам, как ответить этот вопрос, и это не моя работа. Я могу только вам по-другому ответить, что Бог пользовал человека, как меня, найти ответ против этой болезни. И эта болезнь имеет ответ, и есть лечение. И ни один человек не должен погибать из-за этого. Люди сейчас не погибают из-за вируса, они погибают из-за политики. И я думаю, мы должны на эту тему очень хорошо говорить. Вот давайте мы туда и перейдем сейчас. Спасибо за... Мне просто было интересно, потому что я говорю, у меня в семье, так сказать, совершенно неожиданно... Ну, у меня никакой проблемы с этим нету. У меня там до меня, по-моему, 18 поколений было раввинами. Там за два поколения до. С Украины, с Белоруссии, до того из Австрии. Так что никакой проблемы в семье нету. Просто вот нас совершенно ошарашил, потому что был такой обалбес, такой обалдуй, скажем так, что говорят. И вдруг начал учиться, стал получать только эйс, с ним стало интересно разговаривать, он стал спорить интересно. Ну, хорошо. Давайте я вам еще скажу. Вы знаете, какое количество евреев вышли из Египта? Только 20%. 80% решили остаться в Египте. Неужели? Я не знал этого. Так один из пять только вышел. Это ответ на ваш вопрос. Человек имеет свободу выбора. Потому что мы покажем ему поход, вход, выйти из тюрьмы. Это не значит, что он его возьмет. Да, да, да. Как давно говорили, можно подвезти лошадь к водопою, но невозможно заставить ее пить. Хорошо. Значит, когда вы впервые столкнулись с ковидом, и что произошло, и почему вы начали думать в какую-то сторону, а не стали просто смотреть, чего там рекомендует начальство? Жизнь заставила. Я семейный врач. У меня последние 20 лет практика 35 тысяч пациентов. Они живут все очень близко в One Square Mile, Upstate New York. И я знал, что когда эта инфекция придет в этот комьюнити, тогда все будут болеть. Потому что они все живут очень близко. Да. И они ходят в синагогу, они ходят... Знаете, такая семейная жизнь, так это все делают все вместе. И это очень трудно остановить. И я знал, что когда эта инфекция ударит в этот комьюнити, все будут больны. И так и случилось. И это было в первой неделе в марке, 8 месяцев назад, можно сказать. И сразу тысячу людей были больные. И все начали приходить мне в клинику. Они еще не были такие больные, что нужно было в больницу. Но если вы помните в то время, что весь мир советовал. Это иди домой, пей воду, возьми Tylenol. И когда тебе будет трудно дышать, иди в больницу, и мы положим тебя на respirator. Да. Это был подход к медицине. Да. Это stupid. Где еще в медицине мы давали людям быть больным и хуже стать, и только потом лечить. Например, не дай бог, если у человека рак, мы не ждем, что рак был бездер. Мы сразу начинаем лечить. Если у человека инфекция на пальце, мы не ждем, что он был септик. Мы сразу лечим. Если у человека дома огонь, мы не ждем, что весь дом был. А почему COVID-19, мы должны ждать, что человек был почти мертвый, и только тогда мы будем лечить. Я не мог это понять, я не верил в это. И я понял, что то, что говорят наши эксперты, они не знают, о чем они говорят. И я начал искать. А что такое искать? Как можно начать искать? У вас нет лаборатории, где 400 человек работает. У вас нет полтора миллиарда долларов. У вас нет 35 тысяч обслуживающего персонала. Вы один. Что такое искать? У меня есть еврейская мозг. Давайте я вам объясню что-то. Два года назад, два с половиной года назад, у меня нашли рак саркома. Саркома в сердце. Так. Мне делали операцию, вынули рак, вынули правое легкое. И 100% людей, что имеют этот рак, умирают. Да. Ну, пока я с вами разговариваю. Я хотел спросить, что произошло? Уберда или как? Похоже, что еще нет. Но я когда спросил онколога, что он может делать, он говорит, я не знаю. У нас нет ничего для этого. Так я пошел домой и начал думать. Или я буду слушать его, или я постараюсь найти сам. Так. Я начал делать research на компьютере. И я делал то, что нужно. Я нашел один подход. Я пошел к другому онкологу и сказал, давай попробуем это. Он мне сказал, ты знаешь, я нашел это лекарство. Он сам креал в Колумбии, доктор Гэри Шварт. И мы попробовали. И на два с половиной года было, слава богу, все нормально. К сожалению, нашли опять пару месяцев назад. И я делаю еще одну операцию. И сейчас кто знает, что будет. Но я вам просто скажу, почему я вам это говорю. Если нет ответа к чему-то, мы можем сказать, нет ответа. Или мы можем постараться найти его. Да. И я так решил. Эти пациенты, что я лечил, это же мои друзья. Это мои. Я семейный врач. Я с ними 20 лет знаю их. Я знаю их родителей, бабушек, дедушек. Да. Когда человек умирает, это близко к мне сердцу. Да. И я не хотел видеть, что больше таких людей умирали. Из-за чего? Я начал делать research. Слава богу, у нас есть Google и research. Я начал смотреть, как лечили в Чайне. Как лечили в Северной Калии. И они пользовали hydroxychloroquine и zinc. Как лечили в Дуде и Роул в Франции, в Марсе. Да. Пользовал hydroxychloroquine и изотримайзер. Но они все пользовались, когда люди были очень больные. В больнице и все. А я думал, а давай я все эти лекарства знал. Да. Я их пользуюсь в Барсе тоже. Они safe. Я очень комфортно пользоваться их. Я думал, дай я придумаю что-то, попробую эту ДОСу так. И я начал пользоваться три лекарства вместе. И тут есть принцип. Это не просто я так выдумал. There's a biological basis. Да. Это очень просто. Зинк, он, я не знаю, как это происходит. It prevents viral replication. Он останавливает... Он останавливает развитие, дупликацию вирусов. Да. Потому что есть такой энзим, называется RNA-dependent RNA polymerase. И RNA-вирус, как COVID, и инфлюенза, например, они пользуют этот энзим, чтобы делать copies of its generic material. Понятно. То есть они дуплицируются, используя энзим, который у нас находится в теле. Но проблема, что зинк не попадает в клетку. Потому что cell membrane, it's lipophilic, это как масло, как ойл. А зинк, это cation, it's a positive charged ion in solution. И оно не проходит в cell membrane. Это проблема. То есть в мембрану они не попадали. Это имеет как пистолет, но без пуль. Нужно было как-то взять этот зинк, и чтобы оно попало в клетку. И вот по-русски цинк. Хидроксиклорикон открывает дверь и помогает, чтобы зинк попал в клетку. Ваша задача была донести цинк туда, до мембраны, до клетки, внутрь, для того, чтобы он сделал то, что необходимо, остановил дупликацию вирусов. И вы придумали, как сделать это с известным хорошо уже лекарством, который использовался для малярии. И очень просто. И люди перестали умирать. Now, я не должен быть такой очень большой мудрец, увидеть, что люди не умирают. Они умирали до этого. Это же понятно. И я сказал себе, о, это что-то интересное. И я понял, я вам дам пример. Давайте скажем, есть солдат, он на фронтлайн. Он простой солдат, ничего спешил. И как-то он нашел мэп. Enemy map. И на этом мэп написано... Карту врага. Где все солдаты, где все оружие, все. И он понял, что эта карта имеет ответ, как выиграть войну. И очень важно эту карту достать генералу, в большом. Но как простой солдат может... Добраться до генерала, да. Это называется social media. Потому что я сделал вирьё. Я даже не знал, как делать вирьё на YouTube. У меня сын 17 лет помог. И я сделал вирьё к президенту Америки. И я попросил помощь. И сказал, что я нашел что-то, и я должен вам передать. Следующий день... Вы не поверите мне это, но... Следующий день Марк Медлз и его... Чиф оф стэп. Мне позвонили на селфон. Вау. Значит, доктор Зеленко, мы сейчас прервёмся на 3 минуты, потому что у нас наши уважаемые спонсоры. Они те люди, которые дают нам возможность сделать эту передачу. Поэтому мы их любим, обожаем, уважаем и даём возможность им поговорить. Но сразу же после них я невероятно заинтересован услышать, что было дальше. Я помню. Это чрезвычайно интересно. Я продолжаю с доктором Зевом Зеленским. Значит, вы, врач Upstate New York, ортодоксальный еврей, находите, как лечить коронавирус COVID-19. Делаете об этом видео, не имея ни малейшего понятия о том, как делается видео. Вам помогает ваш 17-летний сын. Вы обращаете это видео к президенту и ставите это на куда? YouTube. YouTube. И 24 часа проходит, и вам звонят из Белого дома второй человек, среди донышей от фамилии. 16 часов прошло. 16 часов. И Марк Меоддов, это chief of staff, the president, the congressman of North Carolina. Да, он был конгрессменом, а теперь он стал начальником штаба президента, скажем, назовём это так. Глава Белого дома. Глава Белого дома, говорит, здравствуйте, я слышал, что вы хотели с президентом поговорить. Я говорю, да, я врач. Я ему рассказал, что я нашёл и увидел. Он говорит, мне это очень интересно. Это было только начало, и мы согласились, что у меня есть его селфон, есть его имя, и каждый раз, когда у меня будет новая информация, я буду ему посылать. И потом, через два дня, мне позвонил доктор Стивен Хан. He's the commissioner of the FDA. Да. И он тоже хотел знать то, что происходит. И потом он меня связал with Patty Brennan, доктор Patty Brennan. She's the head of NIH. Да. И так вот у меня была связь, scientific connection with the administration. А потом мне позвонил Руди Джулиани. Да. Так. И с Руди Джулиани мы сделали подкаст два или три раза на его Common Sense show. Где-то два или три миллиона людей видели. И, вы знаете, после этого я стал близким, я врач уже. Да. Это не секрет, он всем говорит. И даже в последнее время, когда он был с президентом, и президентом был COVID, он мне позвонил, и я ему дал лекарство, профилактику. И он это дал на радио, я обычно не говорю о пациентах, но он мне дал разрешение. И он брал это лекарство, и, к сожалению, слава богу, все хорошо. Но моя связь с государством началась через этот treatment. И, слава богу, у меня сейчас и очень близко с сенатом Ром Джонсон, он chairman of the Homeland Security. И мы вместе работаем почти каждую неделю. Он очень advocates. Скажите, пожалуйста, вот каких же результатов вы добились, что все это заинтересовало этих, в общем, руководителей нашего государства, руководителей нашей медицины? Не только наши, а мне разные страны начали звонить. Например, я президент Болсонаро из Бразилии. В Бразилии, да. Мой пациент, и я помогаю в Бразилии. Подход. Целая страна Хондурас сейчас делает то, что я им сказал. И, значит, вот что понятно? Вы взяли эти три лекарства и даете их. На каком этапе вы их даете, и какие результаты это приносит, и чем эти результаты отличаются от того, когда ничего не делается? Я переведу это на русский язык. Два дня тому назад вы опубликовали исследования в журнале международные антимикробные расследования. И это называется peer-reviewed, accepted. Peer-reviewed – это на самом деле сегодня самая важная вещь, потому что то, как коллеги, которые этим же занимаются, относятся и проверяют их, что они думают по поводу работы специалистов. И Шона показала, что если мы лечим не всех пациентов, а только тех, что им опасно иметь COVID, вы понимаете, большинство людей, COVID на них не влияет, они имеют немножко насморк. Люди, как вы и как я, например, возраст или медицинские проблемы, у нас 5 или 10% есть возможность, не дай бог, умереть от COVID. Я лечил только этих пациентов. А вы брали только тех, у которых есть потенциальная опасность неприятных всяких последствий? Если человек ему 20 лет и у него COVID, я ему говорил, иди домой, и все будет нормально. Но если бы мы пришли, я бы сразу начал лечить. А как вы так определили, что мне не 20 лет? Ну, я врач, я много опыта. Да, еще я увидел, что если сравнить группой, что не лечили, не лечили, мои пациенты имели 84% ниже шанс попасть в больницу. То есть, скажем, если там 100 человек попадало в больницу, то у вас только 16. Если вы в момент, когда ловили начало COVID, который люди начинали себя чувствовать, как-то нехорошо шли жаловаться, и вы ловили это, то вы снижали на 84%. Это потрясающий результат. Это если в первые 5 дней симптомов могли мы начать лечение. Это очень важно. Я помню, что было несколько исследований, которые делались по следам того, что вы начали делать, и президент об этом рассказал. То, естественно, вся та сторона очень забеспокоилась под названием антитрамписты. И стали придумывать, а как сделать так, чтобы люди умирали побольше, чтобы была стражилка большая. И что они придумали, как я понимаю, они начали делать исследования, но на людях, которые уже давно и серьезно больны, на которых уже это запущено. Правильно я понимаю ситуацию? Например, the VA, Veterans Administration from Virginia, они сделали study, где они показали, что Hydroxychloroquine не помогает, номер один, и наоборот, больше людей умирали с ним. Это правда. Но кого они лечили? Они лечили пациентов, что были в больнице уже 17 дней, сто процентов из них были на Respirator, и они не давали цинк. То есть смысл тогда какой? Если не давать цинк, то вы просто... Это лекарства не работают. А, понятно. Это что? Случайность? Это, с вашей точки зрения, так сказать, просто идиоты? Или это попытка каким-то образом не дать чему-то, что очень дешево и очень хорошо могло бы работать, не дать им этому работать? Я вам... Вы сами решите, но я могу сказать, что это лекарство стоит 20 долларов всего лечения для людей. Да. И можно... Это очень невыгодно. Это очень невыгодно. Это я понимаю. Знаете, я вам что-то скажу. Был еще один исследование из Oxford University in England, и они доказали, что Hydroxychloroquine убивает людей. Правда. Но они давали ДОСу. Я использовал 400 миллиграмм в день. Они пользовали 2400. Они давали ДОСу, что может убить слона. Слона, да. Я понимаю. Если кушать гамбургеры по 30 в день, то тоже умрешь. Да. Так это доказало, что если ты даешь poison человеку, он умирает. И еще одно. Атоша Лэнсет сделала большой истории. Весь мир начал покляняться к нему. Даже World Health Organization. Я называю их World Homicide Organization. Они... Да-да. Нельзя пользоваться. И потом это доказало, что это fraud. Они должны retract его. Это было совсем неправда. They used fake data. То есть они обманывали людей с какой-то целью. Ведь они не просто так. Я не знаю. Я не пытаюсь, чтобы вы мне сказали. Я понимаю, вы врач, у вас этика и тому подобное. Значит, никого, так сказать, обвинять вы не можете. И не должны. А я вообще не понимаю. Это был political motivation, что Трамп supported hydroxychloroquine. И если Трамп прав, это поможет ему быть президентом. И они не хотят этого. Номер один. Номер два. The big pharmaceutical industry. Они invested billions of dollars in medications like remdesivir или convalescent plasma или IL-6 inhibitors. И они не хотели, что за 20 долларов будет. Им намного лучше, когда надо платить 3200 долларов за лекарства. Я думаю, что да. Им это приятнее. Да. И есть очень много. И потом есть еще это, знаешь, есть arrogance. Я не знаю, как по-русски. Эти нос, поднятый нос. Эти experts. Да. Они не могли даже голову взять, что человек простой врач. я не делал research. Я лечил пациентов. Я просто не хотел, чтобы пациенты умирали. У меня не были никакие другие... Я не старался зарабатывать денег, я ни на кого не работал. И только старался делать правильно к людям. И слава богу, с бога помощи, пришел себе ответ, что помогают большинство людей. Вы знаете, вы начали делать следующее. Вот у всех поносы, люди ходят к врачам, а вы придумали лекарство, чтобы понос излечить навсегда. И что же бедным врачам делать? Плохо. Вот. Скажите, пожалуйста, а кроме, значит, вот, ну, понятно, на 84% вы сократили необходимость ложиться в больницу, даже не только смертность, необходимость ложиться в больницу. у кого-то другого есть какие-то подтверждения того, что вы делали? Кто-то еще делает это? Конечно. Сейчас все делают, большинство людей делают, но в то время это был только я. Но сейчас, если вы посмотрите, есть доктор Харви Риш, он MD-PhD from the Yale School of Medicine. You want 100% support все, что я делаю, you want published papers on it. Потом есть доктор Tyson и доктор Farid, они имеют клинику в Калифорнии, в Сотан-Калифорнии, они лечили больше, чем 3 тысячи пациентов с мой подход и лучший результат. Даже не один человек не умрел. У меня один. есть доктор Stella Emmanuel from Texas, она это пользует, есть доктор Rose Joseph from Hackensack Medical Center in Passaic, New Jersey, она пользует, и есть очень много разных врачей. Доктор Robert Susskind, he's the dean of the School of Medicine for the University of California. декан медицинской школы в Калифорнийском университете, да. И сейчас не только в Америке, а вокруг мира очень много людей пользуют это и видят результаты то же самое, что я. Это уже не секрет. Хорошо. Почему тогда мы так ждем вакцину и почему мы ждем какие-то еще терапевтические средства, когда вот это терапевтическое средство уже готово? И как бы президент уже сказал, что ребята, вот я пользуюсь этим, есть вот этот доктор, есть еще два десятка людей, которые уже теперь имеют имена, которые абсолютно необходимы людям для того, чтобы они верили. Люди вообще очень любят верить всяким именам, звездам каким-то. Вот этот декан такого университета, школы медицинской, этот главный врач чего-то, этот известный клиницист и тому подобное. То есть уже можно как бы собрать целую группу подтверждений и людей, которые, что называется, в камеру или подпишут и скажут, я лечу, я вылечил там 3000 человек, результаты такие. Что мы ждем тогда? Вы знаете, это война не против вируса, это война против пропаганды. Вы раньше сказали это. То, что происходит в этой стране, это как НКВД с России могли сейчас уроки брать. Это американские пустые головы, их туда положат такую мусор, такой гарбидж, such lies, они не могут уже увидеть, что правда и что неправда. Вы знаете, был один KGB Defector, вы, наверное, слышали о нем, в 84-м году он делал вирус. Который все это нам предсказал, да. И он объяснил, как страну перевернуть. Первое, надо сделать каос, riots, надо poison the heads of the young people. Ну да, заморочить молодых людей. Это имеет значение. ответ очень просто. В Америке только умерли 200 тысяч людей. Да. Когда будет 2 миллиона, тогда люди будут понемножку смотреть по-другому на это. Ну, из того, что я сегодня услышал, и эти 240 тысяч, 230 которые умерли, тоже большинство из них могло бы не умереть. Если бы изначально, когда вы нашли и донесли до правительства нашей страны, до FDA и тому подобное вашу методику, то, очевидно, многие из них сегодня были бы живы. 84%. 84%. Да, понятно. Значит, ну, давайте подведем небольшой итог из того, что я сегодня услышал. наши средства массовой информации, наше руководство достаточно большого количества ведомств, в том числе, далее, исследовательские центры делают все возможное, исходя из неких политических целей, для того, чтобы стране стало плохо жить, чтобы страна, скажем, не перевыбрала, например, вот, Доналда Джей Трампа. И это происходит не только в том, с чего я начал сегодняшнюю передачу, а именно в замалчивании фактов, которое, ну, хорошо, замалчивание фактов, оно ужасное, кошмарное, но оно прямой, прямого вреда, как бы, не происходит, не производит, а вот то, что вы говорите, это убийство, то есть, это прямой вред, то есть, вот, мы только что с вами сказали о том, что из 230 тысяч, скорее всего, там, 180 тысяч, там, на вскидку, 80 процентов, там, с ГАКом, не умерло бы, то есть, из-за них, из-за того, что они хотят скинуть Трампа, умерло 180 тысяч человек, знаете, вот, если, если это всерьез все продумывать, вы забываете некоторые вещи, что то, что закрылась экономика, the suicide rate поднялась на 600 процентов, самоубийство, да, сколько детей и жен abused, это домашнее насилие увеличилось значительно, да, и много людей сейчас умирают от тех болезней, что они не должны умирают, это просто они не имеют возможности иметь лечение, например, cancer treatment or routine surgeries, hip replacements, stent replacements, те, такие routine, regular medical services, что люди просто не могут получить сейчас. Да. Сережа, если есть кто-то, кто хочет что-то спросить, у нас еще осталось 7 минут, мы готовы ответить. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200, давайте попробуем принять звонки, добрый день. Добрый день, Иоанн, я очень рад, что вы вызвали этого врача, между прочим, он напечатал все, о чем вы говорили, все свои лечения, абсолютно, он напечатал в колос Израиля за август месяц, и там подробно описывается, когда я это прочел, в это время заболел Трамп, и они вылечили точно по его схеме, по его желанию. Между прочим, он вылечил какую-то часть группы людей, а пригорода Нью-Йорка 150 человек, а потом второй какой-то городок в Нью-Йорке вылечил 300 человек, общая сложность 500 человек, пишет, из них летательный исход никто не имел, а 10% имели то ли тошноту и понос, больше ничего. Вот эта схема Трамп в течение трех дней был вылечен. Если хотите знать какой, это 8-й номер голов Израиля за август месяц. Там подробно даже есть, он может писать точно так. Спасибо большое. Спасибо. Не было вопроса, давайте попробуем принять следующий. Добрый день. Добрый день, дорогие присутствующие студии, все слушатели. Я бы хотела выразить просто вот такую большую человеческую благодарность Сереже, вам, и Леону, и доктору Зеленко, которого я просто боготворю. Хоть говорят, не создай себе кумера, но вы абсолютно человек. Такие, как вы, благодаря таким, как вы, наверное, существует и прогресс, и существует вот все то, что новое приходит в нашу жизнь. Я бы хотела вас еще спросить, вот что бы вы порекомендовали в качестве профилактики, в качестве предупреждения, ну, как себя предохранить от этой болезни, и что с вашей точки зрения можно здоровым людям вот принимать или делать, или вот как вы считаете. Давайте мы дадим отметить возможность. От души желаю вам здоровья, доктор Зеленко. Здоровья. Спасибо. Это отличный вопрос, и я об этом уже писал, потому что я знал, что люди будут спрашивать этот вопрос. У меня есть Twitter, и на Twitter первый называется pinned твит, есть линкс на все эти вопросы. Я, если можно, создал бы свой Twitter адрес, и туда люди вводят эту информацию в download. Да, конечно, пожалуйста, и более того, Сережа, и ты, и я, мы оба поместим этот Twitter адрес под видео. это ад zev z-e-v underscore dr dr zev underscore dr и там вы найдете три links. Один to the journal, the paper, что я just published. Second будет treatment protocol, то, что люди, те, что больные, как их лечить. И третье, это будет prophylactic protocol, это будет ответ вашему вопросу. Но самое главное, это о ком мы говорим. Если мы говорим о человеку, что у него повышенный риск, например, человек, что живет в нерсинге, например, конечно, этот человек должен брать профилактику, потому что в Нью-Йорке больше, чем, можно сказать, спасибо нашему говнеру Квому, больше, чем 50% пожилых, что живут в нерсинге, погибли, так этим людям нельзя иметь COVID, эти люди должны брать профилактику, но есть другие люди, если им 20 лет и он quit college, совсем безразлично, если он будет болеть или нет, он выживет и все будет нормально. Мы должны знать, о ком мы говорим. There's risk stratification, low, medium and high risk. Там все написано. И мы должны еще жить practically. Practically это значит, что, к сожалению, в некоторых штатах и местах врачи, аптеки и даже государства не дают это лекарство. Тогда есть plan B. Я нашел другие подходы, available без prescription over the counter, что делают почти одинаково, как hydroxychloroquine. Один называется corset. Я хочу, чтобы люди записали это. Это очень важно, что я говорю. А вы знаете, что, если можно, пришлите названия эти, и мы их все поместим, чтобы люди не на слух записывали, а знали. У нас осталась одна минута, к сожалению, всего. Это все написано в андерлинг. А, твиттере. Тогда никакой проблемы нету, мы все это поместим, и одна из целей моих, наших, Сережа, мы сейчас заканчиваем уже, в том, чтобы люди понимали, что им надо делать, как заниматься профилактикой, и что делать в случае, если они подцепили эту гадость, и что это не смертельно опасно в большинстве случаев. Доктор Зеленко, что называется «Радио времени», и удачи вам с вашими болячками и проблемами, и выздоравливайте, пожалуйста, нам на здоровье, потому что вы нам очень нужны. Спасибо. Спасибо вам. Пока. Спасибо. Спасибо.